Мы о рупорах Кремля. Их много, каждая отдельная личность, можно обсуждать долго-долго, у каждого свои заслуги. Да, но есть среди них абсолютно уникальные люди вообще. Да, это правда, среди таких Владимир Соловьев, а ему орден дали за заслуги перед Отечеством. Ну, мы понимаем, в чем эти заслуги заключаются. Лишний раз перечислять все, что наговорил Соловьев, наверное, не стоит. Стоит просто напомнить, что против него не только введены всевозможные мировые европейские и американские санкции, но и что он является кандидатом, в общем-то, на одно из мест на скамье подсудимых в трибунале, возможно, будущем, если он будет устроен мировым сообществом. Потому что вот эта пропаганда, она подогревает, собственно, все то, что происходит в Украине со стороны российских войск. Да, вообще интересная тенденция наметилась сейчас в России. Об этой тенденции будем подробно говорить с пиар-стратегом Сергеем Дедковским. Он присоединяется к нашему эфиру. Сергей, приветствуем вас. Добрый день. Сергей, ну что, орден за огромные заслуги в формировании образа России Владимиру Соловьеву. Недавно видели, как Рогозина уволили с его поста, главы Роскосмоса. Говорят, Путин хочет его поближе к себе как-то. То есть получается, что то, что мы наблюдаем, это такая практика, когда наиболее бессовестных продвигают, а всех остальных пытаются отодвинуть. Да, действительно так происходит сейчас? Ну, во-первых, нужно понимать, что действительно пропагандист, такой как Соловьев, Киселев, ну и Рогозин, насколько я понимаю, выполнял в первую очередь функцию пропагандиста, так как о каких-то успехах российской космонавтики, кроме Батута, которым он спорил с Илоном Маском, я не слышал, может, я, конечно, плохо осведомлен. Но пропагандист – это всегда очень близкий человек к тому, кто развязывает войну. То есть пропагандист, он по большому счету для России, вот условный Соловьев или Киселев, он гораздо более важен, чем даже какой-то там Шойгу, Герасимов и прочие ребята. Соответственно, да, они должны находиться рядом, они должны выполнять свою функцию трансляции вот того бреда, который мы слышим. Потому что у этих людей, ну, если их можно называть людьми, у этих персонажей уровень доверия у их целевой аудитории сумасшедшей, то все, что они скажут, это все будет принято за чистую монету. Соответственно, да, они должны быть где-то рядом, и сами пропагандисты, ну, они же интеллектуальные люди, на самом деле, они прекрасно понимают, что в случае чего, да, они первыми там пойдут куда-то под трибунал, или они первыми пойдут, я не знаю, может, их даже убьют где-то там в ближайшем будущем, просто для того, чтобы, ну, вы знаете, заметать следы. И они это все прекрасно понимают. Поэтому даже им выгодно находиться рядом с теми, кто непосредственно отдает ключевые стратегические приказы о том, чтобы уничтожать мирное население Украины. То есть они соучастники в полной мере. Сергей, вот если проанализировать этих соучастников и попытаться выделить какие-то основные черты, присущие всем, вот какие черты характеризуют людей, которых мы называем любимчиками Путина? Ну, вопрос даже, наверное, не в любимчиках Путина, а вопрос в том функционаре, который они выполняют. То есть это же персонажи функции. И они есть очень разные. Есть вот такие, которые, условно говоря, работающие на там кого-то мужика в гараже в Перми, там Соловьев, перед этим был еще Жириновский. И у Жириновского вся партия, вся логика партии была построена на том, что он обращается вот к такому разочарованному 30+, или 45+, мужику в гаражах, сильно выпивающему, у которого в жизни ничего не получилось. И, соответственно, Жириновский говорит, так это же не ты виноват, а виноваты, там, я не знаю, мировая закулиса, американцы, евреи, да ну кто угодно. Это вот первая категория, те, кто апеллирует в таких черно-белом формате. Вот есть они плохие, все вот они плохие. Есть вот мы хорошие. Есть пропагандисты такие, знаете, как бы аккуратные, которые апеллируют там культуре, которые в том числе приезжают в Украину, некоторые усатые писатели, да, которые рассказывают, что мы тут националисты. Это какие-то журналисты, это какие-то там агитаторы, типа Артемия Лебедева, которые агитируют на, скажем так, молодых и креативных людей, насколько можно их назвать в России. То есть это разные категории. То есть фактически для каждой царевой аудитории в России есть свои агитаторы, свои пропагандисты, которые в той или иной форме, которая удобна для этой аудитории, выполняют главную функцию. Это то, что Россия великая, Украина, значит, там нацисты, бандеровцы, и вообще это все как бы мировая закулиса развязала эту войну. А мы тут как бы хорошие. Пример той же Бария Обсянниковой, которая ездит по различным городам и по различным странам, которая может себе позволить на высоченных каблуках две минуты постоять с плакатом «Путин убийца» на фоне Кремля, здесь ничего не происходит. При этом выходит какой-то молодой парень с плакатом, на котором вместо слов «Нет войне» нарисованы звездочки, и его повязали там, по-моему, через 30 секунд или через минуту, типа того. Соответственно, пропагандист, его главная задача, его главная отличительная черта от «БО» журналиста, публициста, блогера, в том, что он выполняет конкретную функцию. Конкретную функцию для конкретной целевой аудитории. А у этой функции уже есть там человек, который ставит эту конечную задачу. То есть для людей, там, скажем так, не очень сильно думающих, на эту конечную задачу ставят Соловьеву, для людей, которые считают себя там каким-то средним или креативным классом, эту задачу ставят, не знаю, там, Лебедеву, эту задачу ставят Быкову и еще кому-то. Ну, вот так как-то это и работает. А вот скажите, Сергей, еще что. Вот эти пропагандисты, да, они используют определенных персонажей из российской политической повестки для того, чтобы доносить определенные месседжи. Но развивая образ этих персонажей, они их возвеличивают периодически уже до такого уровня, да, что эти персонажи могут конкурировать по популярности даже с самим Путиным. И вот тут мы вспоминаем, что многие политологи, эксперты говорят, что Путин катастрофически, панически боится вот этой конкуренции. И тогда этого героя, да, приходится отсекать из медийной повестки. Вот можете рассказать, как это происходит в России, как пропагандисты, ну, вынуждены следить за тем, чтобы кто-то вдруг не стал популярнее, чем Путин? Ну, опять-таки, ну, там же ни один Путин есть. Даже если говорить в контексте крупных политиков, как это принято у них говорить, башни Кремля. У каждой башни Кремля есть конечная задача, это некая там мировая гегемония, высокие цены на нефть, на газ, на то, что нас все боятся, все слушают, и все там, как бы, знают русский язык, условно говоря. Но это вот такая сверхзадача. Путин – одно из проявлений этой сверхзадачи. Не более того. То есть есть там еще какой-то Патрушев, еще кто-то, еще кто-то. Сергей, извините, что-то у вас с изображением переверните, пожалуйста. Сейчас, сейчас, да, прошу прощения. Все в порядке. То есть, словно говоря, у Патрушева есть там некий Игорь Стрелков, да, который вот постоянно выходит там какие-то эфиры в Ютьюбе, который постоянно, он вся в Телеграме, пишет о том, что вот, значит, плохо воюем, недостаточно вооружений, нужно там мобилизацию устроить и так далее и тому подобное. Является ли Стрелков как персонаж конкурентом Путину? В медиапространстве – да. Но это же говорит не Стрелков, это говорит Патрушев, да, который там главный конкурент Путину. В конечном итоге получается следующее, что Путин боится не конкурентов как персонажей, а конкурентов политических, которые, агрессивный конкурент увидели, что воевать он не может, что армия, которой он там рассказывал о том, что 22 года ее строили, или сколько там, 20 лет, что она не дееспособна. То есть, если бы не было ракет, в общем-то, они бы даже никуда не пошли, потому что ничего сделать не могут, кроме как стрелять ракетами по мирным жителям Венеции, Киева, Львова и так далее. Есть как бы либеральная тусовка, которая считает, что ну как бы мы Россия, мы как бы выше всех, мы самые классные, но давайте не будем воевать, давайте будем вести какую-то культурную пропаганду. То есть Путин отсекает всех тех, кого может отсечь, но он там не единственный, кто принимает решения, и он не единственный, кто, скажем так, после завершения полномасштабной войны может остаться на территории России в качестве там президента или какого-то правителя и так далее. То есть это не борьба персонажей, это борьба конкретно этих башен Кремля, у каждой из которых есть конечная цель. Это вот как в Третьем Рейхе Deutsche Lanz und Oberalles, у них Россия превыше всего. Вот и все. Когда-то за Путиным еще в первые годы его правления закрепился такой имидж человека, который четко разбирается в подборе кадров. Что-то изменилось за это время? Он где-то просчитался? Ну, дело в том, что не совсем понятно, что означает разбираться в кадрах, потому что единственная, по большому счету, успешная их геополитическая кампания, это то, что многие страны Евросоюза, они подсадили на свой газ и на свою нефть. То есть это вот их главное оружие. Технологически оружие цивилизованного мира, то есть США, Великобритании, Германии и так далее, на голову выше. И вот тут возникает, ну, это если говорить про экономику, о том, что Россия при своей территории это около 2% мировой экономики, об этом даже не стоит говорить. То есть они примерно вот экономически на одном уровне с Германией, да, в цифрах. Но Германия сравнительно с ними существенно меньше. Или там на одном уровне с Италией, который тоже существенно меньше. А вот если возвращаться к тому, что они хвалятся, например, своим оружием, ни одну ракету Хаймарса не сбили. Большинство тех ракет, которые они используют, это ракеты без какого-то точечного спутникового наведения. Те танки, которыми они гордились, они потеряли там первый месяц войны в Украине. То есть тут мы берем вот один очень важный для Путина, одну очень важную для Путина сферу. Это военные технологии. И понимаем, что человек так подбирал кадры, что у него ничего нет, кроме оружия 60-70-х годов. То есть их стратегические бомбардировщики, которые отправляют ракеты из акватории, над акваторией Каспийского моря, это еще винтовые самолеты. Тут там какие-то 160 или типа того. Которые были разработаны в 60-х годах. Соответственно, ну о каких кадрах можно говорить? Рогозин, Роскосмос. Какие достижения Роскосмоса вы знаете в ближайшие 5-10-15 лет? Мы знаем телескоп Уэбба, мы знаем адронный коллайдер, который находится в Швейцарии. Мы знаем много всего. Мы знаем беспилотные автомобили, электроавтомобили, экзоскелеты. Ничего этого не имеет отношения к России. Поэтому кадры у них исключительно занимались подкупом европейских политиков, которые с радостью покупали российский газ. Тогда это еще один миф, который сам себя опровергает. И получается, Сергей, что вот эти мифы, которые свидетельствуют о том, что на самом деле в России все не очень хорошо и не так, как преподносят официальные СМИ, в частности телеграм-каналы. Вот об этом вопрос. На днях Управление разведки, главное украинское, оприлюднуло, огласило список телеграм-каналов российских, которые работали, очевидно, на подрыв украинской государственности. Но российские, это выяснилось, что они российские, потому что контент в этих телеграм-каналах был, ну, как бы про Украину, а местами и про украинские. Вот такая глубоко законспирированная медийная работа. Расскажите, как PR-стратег, как это работает, как это настроено, сколько это стоит и получится ли теперь эти телеграм-каналы в Украине закрыть? Ну, насчет закрыть, это, ну, в таком объеме, это, скорее всего, нужно разговаривать с главным офисом того же телеграма. Наверное, он не сильно против того, чтобы эти каналы существовали, это первое. Второе, сколько это стоит? Ну, содержание одного, там, условного канала, типа, там, легитимный, или кто там здесь что, Insider.ua, я не удивлюсь, если там ничего, это труха окажется пророссийской, то есть спонсируемая на российские деньги. Это, там, 10-50 тысяч долларов в месяц. Ну, в зависимости от того, сколько у вас сидит редакторов, в зависимости от того, покупаете вы трафик, то есть покупаете рекламу других каналах или нет, или вам ее там просто как-то дают. Ну, вот, то есть это все в пределах, там, 10-50 тысяч долларов в месяц. Задачи, ну, почему законспирировано? Так, большинство, так называемых, хороших русских, они тоже законспирированы, они выполняют свою функцию. То есть задача пропаганды, такой вот мягкой, легкой, рассчитанной на человека, который считает, что у него есть критическое мышление, это втереться к нему в доверие, а дальше уже в рамках того, что вы втерлись в доверие, рассказать ему то, что нужно конкретно вам. То есть канал сначала говорит, что он проукраинский, он там переживает, наверное, публикует какие-то фотографии, там, видео прилетов, рассказывает о том, что там мы победим, а потом, условно говоря, 8 постов о том, что мы победим, а потом какой-то один пост, там, я не знаю, президент Украины решил сдаться, значит, глава СБУ тоже решил сдаться, еще там кто-то решил сдаться, но мы-то же как бы держимся. Это классика пропаганды, они это используют, сколько существуют чекисты, а перед этим до чекистов была там еще царская охранка в Российской империи. Они всегда используют одну и ту же технологию, хитрость, обман, войти в доверие, обмануть и увести человека по не тому следу. Вот и все. Ну да, тут уместно будет вспомнить вот этот принцип известный, 80% правды, 20% того, что надо. Наверное, так они и работали, но теперь не будут, да? Надеемся, что их закроют. Спасибо, Сергей, вам за комментарии. Надеюсь, да. Спасибо. Сергей Дедковский, Пярс.